Иван Таланин из московского ансамбля танго «Энвиво» показывает нам банданион. Он имеет своеобразное щемящее звучание. Вот почему аргентинское танго присущи именно те нотки звучания, звука банданиона, какого-то, скажем, одиночества, может быть, тоски, вот таких мелатолических настроений. И, собственно, этот инструмент как раз дает возможность изобразить это. Банданион, сконструированный на основе немецкой концертины, использовался для исполнения духовной музыки в церквях. В конце 19 века он был завезен в Аргентину, где стал неотъемлемой частью танго. Звучание инструмента как нельзя лучше отражало настроение иммигрантов из Европы, в то время населявших Буэнос-Айрес и Монтовидео. Грустные, душераздирающие такие песни. И вот танго имеет в себе такое качество, потому что танго, в принципе, оно о любви и о потере этой любви. И это тема, которая, ну, всем нам, а может быть, даже особенно иммигрантам, она понятна. Десять лет назад Иван Таланин, окончив гнесинку по классу баяна, решил, что играть аргентинское танго нужно на родном инструменте этой музыки. Однако бандонион ему пришлось осваивать самостоятельно, так как в России не было ни соответствующих школ, ни педагогов. Сейчас он открыл первую в стране школу игры на бандонионе. Кроме того, участники ансамбля пишут собственную музыку в стиле танго. В строгом классическом стиле мы всегда чувствуем давление прошлых эпох и традиций, и сложившейся традиции. Здесь же, в аргентинском танго, в музыке аргентинского танка, мы, музыканты, имеем максимальную свободу выражения музыкальной мысли. Для аудитории в Лос-Анджелесе музыканты сыграли, что называется, от души, ни жалея ни себя, ни инструменты. Во-первых, это танцевальная музыка. И так как это аргентинское танго, это еще и очень экспрессивная музыка. Поэтому твои ощущения, они очень сильно разгоняются. И это вечно какой-то дикий огонь, или там еще какая-то страсть. Танго «Эн Вива» существует всего три года, но за это время ребята объездили почти весь мир. В том числе, побывали в Аргентине, удивив местную публику точным по духу исполнением танго. Евгения Дюло, «Настоящее время Америка» из Лос-Анджелеса.